75 миллионов рублей в этом году выделили сургутским предпринимателям. Субсидиями и компенсацией затрат воспользовались более 8 сотен предпринимателей. По сравнению с прошлым годом число обратившихся за поддержкой увеличилось в 4 раза. Дело не только в сложной ковидной обстановке. В городе расширили виды поддержки. Теперь бизнес может рассчитывать на компенсацию аренды, дистанционного обучения сотрудников и закупку средств индивидуальной защиты. В этой частной стоматологии к полноценной работе приступили совсем недавно. За период самоизоляции здесь оказывали только неотложную помощь. В новых реалиях предприниматель ввел и новую услугу – онлайн-консультацию пациентов. Опыт подсмотрели у коллег из других регионов. Пациент присылает на почту либо на Viber все, что у него есть. Это может быть панорамный снимок, это может быть фотография своих зубов, которую он делает по алгоритму, который мы ему выдаем. И в дальнейшем подключается скайп-консультация, и врач с пациентом напрямую проводит. То есть у врача есть снимки, частично хотя бы какие-то, а у пациента есть перед глазами врач. Сейчас стоматологи могут принимать своих пациентов не только онлайн, но и лично. Выходить из кризисного периода стало чуточку проще после того, как местные и окружные власти компенсировали клиники затраты сразу по нескольким направлениям. Это была субсидия, которую мы потратили на три вещи. На закупку десс-средств. Они нам понадобились в этот период в огромном количестве. На оплату контрагентов, таких как бухгалтерия, например, на частичную оплату налогов. И на закупку нового оборудования и замену старого. Всего же сургутские предприниматели получат около 75 миллионов рублей. Желающих воспользоваться помощью городских и окружных властей в этом году, что неудивительно, стало больше. Более восьми сотен предприятий, что в четыре раза больше, чем в прошлые годы. Понимая состояние бизнеса, сургутская мэрия и увеличила расходы на поддержку. А еще расширила спектр целевых нужд, с которыми предприниматели могут к ним обратиться. Из нового, что в этом году, не связано с пандемией, вообще введено в администрацию, то есть предприятиям стали доступны субсидии на компенсацию затрат на консалтинг, на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, на повышение квалификации. Из направлений, то есть это было десс-средства, компенсация затрат на десс-средства, ну и по аренде, вот то, что у нас было увеличение. Помощь в непростой период бизнесу оказывали не только власть. Им помогали, чем могли, свои же. Как пример, частная юридическая компания в Сургуте, которая все эти пять месяцев консультировала коллег из других сфер безвозмездно. Было принято именно решение о бесплатных консультациях, в связи с тем, чтобы сохранить и поддержать наших действующих и потенциальных клиентов, чтобы в дальнейшем нам практически оставить работу и было с кем работать в будущем. Спустя месяц-два просто звонили и говорили, спасибо вам, вы единственные, кто помогли. И вот эта ответная реакция, обратная реакция, она нас тоже поддерживала. Этот юридический центр, кстати, пусть и впервые, но тоже воспользовался помощью администрациям. Сейчас, когда работа входит в привычный ритм, юристы выдохнули. Благодаря всем мерам поддержки и их личному неравнодушию, им есть с кем работать. Ольга Придоха, Игорь Батищев, телеканал Югра, Сургут.